Виноват Сарпашев или нет, что решит правительство, станет известно завтра. Межведомственная комиссия по определению ответственности чиновника в деле о продаже участка, принадлежащего Максиму Макиеву, была создана по рекомендации Генеральной прокуратуры. Детали работы чиновники пока не разглашают. Говорят, все данные будут даны по завершению сроков. Однако парламентарии считают, что Кабмин не должен был давать оценку до завершения расследования. Не было необходимости создавать правительственную комиссию, обострять ситуацию, как-то давить на работу следственной группы, которая должна по итогам проработать и дать конкретную оценку, и уже передать материалы в суд. Какое решение они примут? В следствии Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, они ведут следственные мероприятия. Помимо этого работает правительственная комиссия. Я думаю, это нецелесообразно. Нет необходимости даже в решении правительственной комиссии. Депутаты говорят, парламентская комиссия располагает достаточным количеством доказательств вины Тербека Сарпашева. Собранных материалов достаточно, чтобы привлечь чиновника не только к административной, но и к уголовной ответственности. Даже если Кабмин посчитает Сарпашева невиновным, народные избранники обещают добиться справедливого наказания. У депутатской комиссии есть документы, переписка, есть указание на официальное письмо от имени Сарпашева, подписанное данное поручение начальнику ГРС города Бишкек, то, что он должен исполнить поручение суда. Но, несмотря на это, есть протест со стороны Генеральной прокуратуры о том, чтобы поставить на арест данный вопрос, обжаловаться высшей инстанцией Верховного суда. Но, несмотря на это, поручением было принято решение ГРС выдает Красную книгу и оформляет сделку. Я думаю, это уже есть основанием для вообще отстранения его от должности, а также возбуждения в отношении его и других должностных лиц по данным материалам. Эксперты говорят, отправиться на скамью подсудимых должны и другие фигуранты этого дела. К продаже участка причастна целая группа высокопоставленных лиц. Кроме Сарпашева, это и судьи, и прокуроры. Всех их теперь должна проверить антикоррупционная служба ГКНБ. Поскольку здесь замешаны и прокуратуры, и суд, я думаю, что если правительственная комиссия на самом деле дала правовую оценку, ну свою, скажем так, если не правовую оценку, обратила внимание на эти моменты, тогда мы бы могли сказать, да, комиссия вышла все-таки на результаты. Потому что прокуратура, в данном случае, вот эти сотрудники, они должны понести наказание. Они должны уходить в отставку. И еще надо проводить расследование, реальное, настоящее расследование. Вот этих вот документов достаточно для того, чтобы возбудить дело и по подделке документов, и если вы хотите, и по злоупотреблению должностных положений, и превышением должностных, так сказать, полномочий. Однако эксперты сомневаются, что правительство вынесет решение не в пользу Тайрбека Сарпашева. Глава ГРС уже не в первый раз подозревается в различных нарушениях. И комиссии по нему создавались тоже не первый раз. Несмотря на все доказательства, чиновнику удавалось избежать ответственности. На этот раз депутаты обещают довести разбирательство до конца. Игорь Потанин, Бакыт Кушалиев, НТС.